Мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, проходили в течение двух дней. В патриотических акциях приняли участие школьники, студенты и жители Славянского района. О том, как славянцы вместе со всей Кубанией и Россией отметили эту памятную дату истории, смотрите в следующем материале выпуска. 2 сентября школы города и района присоединились к всероссийской акции «Уроки Второй мировой». Ребятам рассказали о Советско-японской войне, основных ее событиях и героизме советских солдат, о значении победы над Японией в установлении мира и окончании Второй мировой войны. Учащиеся живо интересовались тем, как все это было тогда, 75 лет назад. Мероприятия, которые проводятся сейчас в связи с этой датой, а это акция общероссийская, она как раз вот эту цель и преследует – донести до молодежи истинную правду. Внимание молодежи было привлечено к событиям, фактам, сражениям 75-летней давности, благодаря которым была одержана стремительная, но не такая легкая победа. Мы должны помнить эту войну, потому что мы одержали в ней победу, и только благодаря этому мы смогли построить такой мир. Именно они, наши ветераны, разгромили японскую армию, благодаря чему Вторая мировая война закончилась. Еще одна акция, в которой славянцы приняли самое активное участие – цветы памяти. Волонтеры, представители молодежных общественных организаций, военно-патриотических клубов почтили память павших тем, что спустили на воду реки Протоки венок. Это стало данью памяти тем, кто сражался за мир и победил в боях Второй мировой войны на Дальнем Востоке в Маньчжурии и Северной Корее. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим дедам, прадедам, потому что именно 75 лет назад они поставили точку во Второй мировой войне. Мы должны чтить память о них и никогда об этом не забывать. На театральной площади Славянска-на-Кубани в рамках празднования окончания Второй мировой войны прошла всероссийская акция «Дальневосточная победа». Волонтеры раздавали славянцам муаровые ленты и листовки, в которых рассказывалось о Советско-японской войне и ее значении в окончании Второй мировой. Большой интерес у всех команд вызвал исторический квест «Дальневосточная победа». Участники его узнали много нового интересного о завершающем этапе Второй мировой. Квест – это игровая форма, которая помогает лучше усвоить те знания, которые мы могли бы получить на уроках истории, которые нам проводят лекции. Когда ребята сами достают эту информацию, когда они пробегают маршрут, находят какой-то конверт, выполняют задания, им действительно это, во-первых, интересно, а во-вторых, очень полезно. Победителями квеста стала команда «Патриот» Славянского электротехнологического техникума. Ребятам были вручены книги по истории Славянского района. Много мероприятий прошло в онлайн-режиме. В социальных сетях сельские поселения района выложили многочисленные материалы, посвященные дальневосточной победе, которая завершила Вторую мировую войну. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». Программа «События». Программа «События».